Всем добрый день! Сегодня на обзоре чайная гибридная роза Чандос Бьюти. У нас сейчас первая волна отцветения, начало июля, 3-я климатическая зона, Кировская область. Вот такой пустик, вот такое пышно-обильное отцветение. Размер куста обычно ко второй волне вырастает до метра и в ширину сантиметров 50-60. Розы появляются обычно по одному на каждой побеге, реже бывает по 2-3. Цветок крупный, в полном распуске, до 16 сантиметров, нежно-розового цвета, даже присутствует по центру небольшой янтарный оттенок. Внешние лепестки быстро отгибаются, напрямую солнце выгорает до более светлых. За счет такой игры цвета цветочек смотрится более пышным, особенно издалека привлекает к себе большое количество внимания. Она вот видна издалека, смотрится такие крупные, пышные, помпановидные цветы. Красивая глянцевая листва. Очень хорошо контрастирует на фоне таких довольно крупных и нежных цветов. Плюс ко всему прекрасное здоровье. Роза никогда не болеет, во всяком случае, сколько она у меня растет, она у меня ни разу ничем не болела. И зимой вот прекрасно, под общим укрытием, без какой-либо весенней обрезки. Аромат 10 из 10. Прямо сейчас наклоняюсь, чувствуются фруктовые ноты, малина, немножечко гвоздики. Прекрасная роза. Не каждая роза показывает довольно хорошие цветения в нашей третьей климатической зоне. Все же зима у нас довольно холодная и лето короткое. Но вот эта роза, она уже который год цветет всегда обильно. Есть две волны, перерыв около полутора недель. Неприхотливый, довольно эффектный и красивый сорт. Еще раз скажу, это роза с Чандос Бьюти. Чайная гибридная. Так, сейчас пройдем, посмотрим, что еще рядышком интересно распускается. Роза Черри Леди. Скоро распустится. Флорин Пунто Арт Нево. Вообще не похожа на розу. Высота сантиметров 80. Довольно стройная, в ширину сантиметров 50-60. Цветок в полном распуске сантиметров 6-7. Она не похожа на розу, она больше похожа на цинью, не по камелию. Стойкость цветка средняя, держится 5-6 дней. Ну, за счет такой необычной эффектной окраски, привлекает к себе внимание. Так, еще интересно распустилась розочка Эшли. Чайная гибридная. Шедевральный сорт. Пользуется заслуженной популярностью. Красивый завиток. Плотный лепесток. Стойкость прекрасная. Цветочек на прямом солнце держится более 10 дней. Не выгорает. Дождем не портится. Еще раз скажу, это роза Эшли. Сейчас посмотрим, что еще интересного. Лавсонг. Относится тоже в репех Ларибунда. Крупные цветы, цветов много. Кусту высоту до метров, ширину сантиметров 50-60. Считается одна из самых красивых лавандовых голубых роз. Сейчас покажу еще одну розу. Вижу ее, сейчас подойду. Это Хэвэли Пинк. Цветет. Начинает распускаться лавилла кота. В ближайшее время распустится целый куст. Будет цвести Нельсон Матфор, Эмильен Гио. Роза Мадемуазель Миньям. Это один куст. Высоту метр десять. Ширину сантиметров 70-80. Идеально подходит под срезку. Роза появляется по одной розочке на каждом побеге. Редко бывает по два-три, вот как на этом. Но в основном один побег, один цветок. Роза ароматная. Тоже 10 из 10. Крупный цветок. До 16 сантиметров в полном распуске. Ярко-розового цвета. Присутствует даже небольшой коралловый оттенок. Ароматная. Листова полуглянцевая. Стойкость цветка на прямом солнце, на жаре, держится более одной недели. Дождем портится незначительно. Она не загнивает, но вот крайние лепестки, как, например, на этом цветке, становятся более яркие. Появляются веснушки. Роза Мадемуазель Миньям. Вот такой хвостик. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!